Здравствуйте уважаемые подписчики, зрители канала Самогонщик с Урала В сегодняшнем видео я просто хочу поделиться Видеом моего земляка Венера Задыбаева В котором он рассказывает Немножко о РБК-6 О процессе перегона и что получилось Приятного вдумчивого просмотра Господа, добрый вечер На днях я получил самый скандальный аппарат 18-19 года Производитель Владивосток Доктор Доктором Это РБК-6 Мне его предоставили мои друзья С просьбой посмотреть просто что может этот аппарат Ну и самому интересно было очень Поэтому сейчас я его разбирать показывать не буду Что это такое То есть что будет на нем сделано На нем будет сделано РОМ Сейчас Брага бурлит Брагу показывать не буду Там такой веселый процесс идет Про РОМ Потом отдельно расскажу Что будет сделано Поставлено Будет поставлено 200 литров браги По 100 литров 70 будет перегоняться на ПВК 30 одноперегоном будет Вестись вот на этом чудо аппарате Так буду делать два раза То есть получается два перегона Будет на РБК-6 И два подстилла Одна дробная будет на аппарате Я сейчас покажу сам потом уже на каком Примерно я его сегодня собрал Подготовил для зернового Для зерновой дробной То есть Весь смысл всего этого Не мерится Как бы вот безматами Ну Чей аппарат лучше Чей аппарат хуже Я надеюсь что Вот на этом аппарате Получится неплохой дистиллят Для бочки Почему? Потому что мне прислали Образец РБК По Ароматике Шикарно По пикейности Не могу определить Потому что выслали Образец 46 градусов Высотой По пикейности Ну Для меня это много Попробую потом Разбавлю Не разбавлю Не знаю Скорее всего Покажу наверное Картинки 4 Всего Последней дегустации Рома То есть Дробная Своя И Одноперегон Отсюда Если все будет успешно Я думаю что все будет успешно Все это ляжет в бочку Которую вчера Я начал вымачивать Половина умных Папы Карла Там пытались Объяснить Что там Клепка не так Утор не такой Нахуй вас Это моя бочка Я такую заказывал Поэтому Интересный аппарат Разбирать не буду Внутри Красиво Аккуратненько все Но сейчас я в двух словах Покажу На каком аппарате Я буду Перегонять Мне сегодня пришло Дополнительное Оборудование Сейчас мне Моя любимая Отдаст мне Камерку Сейчас я попробую Вот так вот перевести То есть Начнем Вот примерно Снизу То есть Здесь будет стоять Медная крышка То есть Это примерно Что на чем Буду перегонять Ну дальше Польский буфер Все по классике Здесь вообще Ничего практически Не меняется За исключением Мне сегодня Выслали Гемрот Узел отбора Перегородочный Ну и друзья Предоставили мне Стеклянную царгу Я просто хочу Посмотреть Что будет Со спиртом Ну и какая Утилизация Как все это Будет себя вести Там стоит Термометр воды На выходе Ну Вот так Посмотрим Что получится Ну там Посуда грязная На столь суть Вот примерно Вот так Вот Сейчас опять Отдам Любимой Картинку Любимая Бей нахрен Телефон На Покажи мне еще И скажу Всем до свидания Так что Вот ребят Я очень надеюсь Что Продукт Я даже знаю Что Продукт С этого Аппарата Получится На 100% Для бочки Точно Для питейности Сразу Я вам скажу Потом Есть вопросы К напитку Именно Питейности В белом виде Ну вот Я работаю На РБК 6 Подходим К нашему Самому Очень мощному Углу На этой кухне Вот Работа Этого Аппарата Сейчас Расскажу Все Что Сделал Проснулся В 8 утра Сейчас У меня 4 часа Дня То есть Выставил аппарат Что Является Предметом Дистилляции То есть Это Аромовая Бага Ну Как делать Это уже Сейчас Другой вопрос Вопрос Не в этом Здесь залито 30 литров Разогналось Все это На Стартовой Мощности 2900 Ну Примерно Минут за 40 Потом Я все это Переключил То есть Согласно Всех инструкций Которые Я посмотрел Послушал Переключил На 900 Ватт Мощность И начал Отбирать Головы Здесь Головы Отбираются Ну Не так Как на Всех Аппаратах То есть Сейчас Покажу Есть Одни Критерии То есть Температура Выхода Воды Ну Здесь Я сейчас Ее Поймаю Не Поймаю Фокус Примерно Температура Выхода Воды 41 градус Наверху Температура 77,8 При Отборе Голов Температура Прыгала Я Подключил Свою Автоматику Чтобы Мне Было Попроще То есть Что Я Чем Воспользуется Автоматикой Я Отсюда Только Взял Термометр В куб Датчик Воды Вода Здесь Кстати Вот Сейчас Работает Так Что У меня Не Работает Там Я Какую-то Новую Прилуду Купил То есть Которая Показывает Как вода Шевелится Или нет Вот Расход Воды Вот Такой Буквально Головы Я Отбирал Наверное Часов Часа Четыре Там Покапельно На самом деле То есть Головы Сами Остановились При определенных Температурах Я Добавил Мощность До 1.1 Как Рекомендовал Доктор Ну Я знаю Как его Звать Скажем Уже Ну Некрасиво Михаил Сказал Как Это Все Сделать То есть Выставили Подкорректировали Воду Температуру Пошел Отбор Отбор Идет Примерно Литр В час То есть Примерно Так Сколько Это 8 9 5 часов Отбирал Головы И где-то 2 часа Идет Тело 2 Там 2 С небольшим То есть Набежала Где-то Чуть больше 2 литров Спиртуозность Ну Я ее Видел Только Спиртометр Тварь Прыгает Всегда То есть Сейчас Он показывает 88 До этого Было 89 Но С учетом Погрешности На температуру Ну Порядка Где-то На самом деле Идет Дистиллят Идет Примерно 87 86 Градусов Опять же Повторюсь Это С браги Это все Идет С браги Ну Настраивать Не особо Тут Большая Заморочка Там Все эти Головы Я здесь Подключил Без шлангов Я это Подключил На Быстросъемы Поставил Сюда Термометр Для воды Поставил Игольчатый Кран Здесь На всякий Случай Но Работаю Я Именно Вот Вот Этим Игольчатым Краном Который Регулирует Мне подачу Воды То есть Через Клапан Видите Здесь Даже Вода Идет Я не знаю Какой там Какой Расход Воды Здесь Ну Теперь По поводу Дистиллята То Что Сейчас Здесь Капает Естественно Сейчас Я вам Свой нос Не покажу И запах Я вам Не донесу По этому Видела Что Хочу Сказать Это На самом Деле Абсолютно Ароматный Это Идет Абсолютно Ром То есть Ромовый Запах Такой Карамельно Сладкий Головы Там В трех Секундах Объясню Головы Там Реально Шли Там Гольный Ацетон Это Первый То есть Я отобрал 300 мл Мы Примерно Подсчитали То есть Из расчета 30 литров Браги Ну возьмем Общую Среднюю Спиртуозность Там 13 Процентов Ну решили Отобрать 300 мл Голов То есть 310 Вот так Вот И 40 мл Я снял Сдаил Их сверху Но чтобы Уже Просто Почистить Саму колонну Уже Мощностью Выдавил Но то Что выдавливал 40 мл Успешно Залил Обратно Вот сюда То есть Это не является Подголовье Это настолько Ароматный Спирт По поводу Всего вот этого Всего аппарата Ну не для Слабонервов С такой Скоростью Отбора Это мое мнение Это мое мнение С такой Скоростью Конечно Здесь нужно Терпение Гору Включил Добрый вечер Господа Ну вот Наконец-то Все решилось Сегодня Я проведу Дегустацию Что здесь Здесь Кубинский Хрен пойми Его привезли С Кубы Друзья Мне его Предоставили То есть Он будет Образец Сравнения Дальше Это Образец Номер два С РБК-6 Здесь Две третих Отбора Тела Образец Номер один РБК-6 Полный Отбор И чистый Образец Это Мол Сделан На тарелках Ну чтобы Все это Так Побыстрее Не тянуть Енота За усы Давайте Начнем Пить Я попробую Практически Одновременно Также Мы их и оставим Так Это РБК Хрен С ним Это Образец Номер один Это Полный Образец Кстати Он Из РБК Больше всех Отдохнувший То есть Порядка Твех Недель И Образец Ну здесь Бокал Будет Друг То есть Личный Предоставлен Андрей Инхитланд Красиво Нарезали Этот бокал Поедется Для обороны Так Ну ладно Не будем Играть В угадай мелодию То есть Начнем Начнем Мы Вот с этого То есть Он будет Играться У нас Как Образец Легендарь Аниех Абланта Почти Белый Он Примерно Слащ Запах Тоньше Другой Запах Давайте Со вкусами Ну Неплохо И Это Все Буду Успешно Запивать Кофе Белому А рядом Просто Друзья Гостей Север Ну Как Вы Поняли Этот Ром Я Комментировать Не Собираюсь Дальше Я Хочу Попробовать Сперва Образец Номер Два Это Две Треть Отбора От Тела То есть Это Было Снято Треть Была Уведена В сторону Ну Так Решили Подстраховаться Попробуем Этот Образец Секунду Можете Ображаться Они Похожи Образец Номер Один Полный Отбор Всего Тела Я его Смотрел До Этого Он Не Жестче Они Все Сорока Градусные Кроме Вот Этого Здесь Сорок Три Градуса Он Не Жестче У Нем Вкус Другой И Не Скажу Что Это Хвосты Нет Жестче Относительно Вот Этого Мойла Мойла 43 градуса Отдохнул Больше всех Примерно Где-то Порядка Четырех Месяцев Поэтому Мы Сейчас Просто Смотрим Сам Спир Мягко Не Сказать Что 43 Видно Рукомастера Я Нагодеки Уплотила меня. Нет. Сейчас передохну. Тут у меня еще и закуски есть. Яблочко. Ну, в общем, закуски только рома. Для рома. Ну вот, господа. Что касается, еще раз бы, этот образец не комментируем. Его сделали на кубе. Ему претензий нет. Это оригинал. Даже не из дьюти-фри. Куплено в деревне. Хуй пойми какой, но где-то при дороге. Галан. Отличный образец. Абсолютно питейный. Этот покажет себя когда-нибудь в бочке. У этого самая лучшая ароматика. Самая лучшая ароматика. Ну, а здесь чувствуется рука мастера. Здесь тарелки. Здесь все мягко. И 43, то есть здесь 40, здесь 43. Три градуса не слышно. Но еще раз бы, напиток отдохнувший относительно. Матритик всех абсолютно. Ну, что я хочу вам сказать. Доктор по имени Миша Свою часть сделки я сделал. Попрошу свой гонорар перечислить на мою карту. Номер я вышлю. Хотели бы половину услышать, но хуй вам. Сумму гонорара я вам и скажу. Поэтому РБК То есть Обещал. Не буду я его комментировать. Я показал напитки И рассказал, что получилось. То есть Если сделать полный отбор с браги Это только для бочки. Если сделать 2 третих отбора тела Это можно пить. Повторяю, это тоже с браги. Это можно просто пить. С ослаждением. Ну Здесь лукомастер. С чем мастера и поздравляю. Выводы делайте сами, господа. Нужен вам этот аппарат? Не нужен. Единственный минус, который я нашел в этом аппарате Это скорость отбора. Лично для меня. То есть отбирать Может быть с браги это и хорошо Литр в час. Но сегодня я сделал дробную. Я перегонял 45 литров сердца 40 градусного Потратил на это времени С 8 до 4 Ну порядка 8 часов Отобрал 13 литров спирта Хорошего Он успешно Дошел в бочку вместе вот с этими спиртами 30 литровая бочка Она уже подписана Она стала на выдержку Часть спирта ушла в белом виде Останется Поэтому Кому делать не хрен Грустно Скучно Спокойно Не имея тарелок Не имея чего-то Может быть Но еще раз говорю Что это абсолютно Питерный напиток Вот именно Не этот Вот этот То есть При две трети Отбора Забравший не все тело От голов До Хвостов Ну вот грубо Исключаю этот момент То есть Если то Это абсолютно Питерный напиток Еще раз говорю Что они Похожи По вкусу То есть Не прют ни одно Не другое Тонко Очень тонко Этот Понятно Даже не слышно Моего запаха Вот Относительно Вот этого Напитка Не слышно Моего запаха Не слышно Здесь аромат прет Сильно прет То есть Ну здесь есть еще Здесь что-то еще есть Я не буду говорить Там это Изики, не изики Хвосты там Хвостов там не было Это точно То есть В принципе Так что Этому аппарату Имеет место быть Имеет место Есть еще одно То есть Тут Дима Попов Сделал чачу Продукция РБК-6 Естественно Ее никак Допустим Ну я ее Просто попробую То есть Я пообещал Человеку Ее сделали На РБК Там мучились Сейчас я достану Быстренько Другой бокал Скорее всего Это будет Так Что-то попроще Я просто Сделаю Там Четыре капли Просто Посмотрю Это на язык Ну После рома Я сейчас Ничего не услышу Поэтому Без комментариев Я не помочился Что теперь Согласно Вот этих Трех образцов Единственное Что я не смог Вам сейчас Предоставить Вот эти Три образца Были сданы На химанализ То есть Человек Сейчас Отдыхает Приедет С отпуска Я покажу Я покажу Химанализ Всех вот этих Трех образцов То есть Они будут Также Сданы Что еще Все эти Три рома Поедут В Воронеж Они все Встанут На гостевой стол И вот Именно Вот эти Два рома Я покажу Людям Я расскажу Что это Откуда Они были И пусть Уже Оценивают Люди То есть Если получится Значит Сниму Сниму картинку Попрошу Свою любимую Чтобы она Сняла Именно Комментарии Вот этих Двух образцов То есть Они вот так И поедут Они как Подписаны Так и останутся Там еще Остались Капельки Спирта То есть Сюда Все это Дольется Это будут Полные Бутылки Также Они приедут В Воронеж Ну вот Что я вам Хотел сказать Все напитки Питейные Абсолютно Питейные Кто-то Делает Я так Думаю Что кто-то Делает И Хуже Чем Здесь Кто-то Делает И Лучше Чем Здесь То есть Вопрос Ну Наверное В умении В желании Как Это Сделать Как Это Поднести Ну Я Я не знаю Как Все Это Откомментировать Я Это Попробовал Все При вас Сказать Что я Поменял Бутылки Не для того Все было Сделано То есть Мне Мне Дали Аппарат На Тест После Воронежа Я Его Отправлю Назад Захочу Я себе Такой Аппарат Или Не Захочу Я Комментировать Не буду Можете Мне Не задавать У меня Достаточно Оборудование А Может Быть Я Уже Я Оплатил Это ФБК Поэтому Кому Спокойно Можете Спать Кому Нет Ну Мучитесь Хрен У вас Поэтому Все Господа Сейчас Мы С Любимой Продолжим Все Это Дело Там Ром Или Скаль Это Мы Уже Посмотрим Так Что Ну Вот В заключении Я Наверное Все Таки Хотел Еще Раз Попробовать Образец Номер Два Это Вот Этот Вот Да Он Очень Хороший Я Так Думаю Что Я Удивлю Воронеж Людей Сказавши Как Это Сделать Я Так Думаю Что Удивлю Хотя Стол Доктора Будет Через Меня Там Через Один То То Есть Возле Меня Через Один Стол Поэтому Посладно Сейчас Посмотрю Вот Теперь Жестче Мягче Этот Чуть Чуть Жестче Но Это Оригинал И Он Не Абсолютно Белый Он Желтоватый Поэтому Вот Сейчас Проявилось Что-то Два Разного Все Господа Всем Спасибо С уважением